Основные строительно-монтажные работы выполнены на 85%. Сейчас идет укладка асфальтно-бетонной смеси на пролетном строении. И идет покраска пролетного строения общей площадью 54 тысячи квадратных метров. Физионтировочно основные строительно-монтажные работы по эстакаде будут закончены в сентябре месяца текущего года. После чего, учитывая аварийное состояние существующего моста, введенные ограничения по нагрузкам, по скоростному режиму, будет принято решение о запуске в двухполосном режиме рабочего движения уже на новый мост с эстакадой. Минуя проспект 50 лет октября, водители будут пересекать реку Волгу, проспект 50 лет октября и в целом город Тверь, транзитный, без светопорного регулирования. Наряду с теми нашими успехами, которые имеют место будет, у нас есть две очень острые проблемы, два острых вопроса, которые мы не можем решить. Первое. Это переустройство ряда инженерных коммуникаций, включая газопроводы низкого и среднего давления. В связи с отменой на территории города Твери положения в упрощенном порядке выдачи разрешения на строительство по линейным объектам, мы не можем оперативно приступить к переустройству линий газоснабжения поселков Мегалово и Новая Рябиньево, промышленных предприятий Твери-Строймаш и Легмаш-Деталь. В свою очередь, не переустройство газопроводов не позволяет нам приступить к работам по строительству съезда на НР-1. Мы сейчас видели с вами его на схеме, мы не можем там работы эти выполнять, потому что все работы должны выполняться в комплексе. Уже сейчас невыполнение этих работ повлечет неосвоение порядка 200 миллионов рублей. Это имеет в виду переустройство и газопроводов, и выполнение строительно-монтажных работ по объектам. Я могу обещать следующее, что сегодня есть договоренность с Министерством транспорта, Росавтодором и при поддержке Андрея Владимировича, мы получили миллиард рублей на следующий год на продолжение второй очереди, который, естественно, торговать без пуска первой очереди, естественно, куда же мы потом, если разбирать надо аварийно, как показал нам проектировщик, мы же не можем правильно работу производить. Поэтому, естественно, освоить деньги, а это уйдет обратно куда-то в другую область и так далее. Поэтому мне хотелось бы, конечно, не нарушать вот этих позиций. В результате совещания я хочу, чтобы вечером я четко понимал план, Сергей Александрович, с вами согласован. И если мы, хочу, чтобы было посвящено и подрядчик, и заказчик, да, строители, чтобы были посвящены, чтобы у нас найти возможность не уходить на оси. Если мы найдем вариант быстрого решения, мы сможем оперативно приступить к работам. Да мы жить должны там. И работать с людьми. Когда второй нам ставит порядок расселения, значит, головой должен отвечать чиновник, который там, внутри. Работать, отрабатывать этот порядок. Если он был отменен. Не хватает специалистов. Валерий Михайлович, обращайся. Каждый понедельник, вторник, встречаемся. Но я не приму, если вот сейчас мне сказали угрозы, это мне сказали угрозы срыва, правильно? Если мы таком заставим, мне сказали, что, к чему приведет, если мы не отработаем два варианта. Это вариант развития событий, конечно. Так вот, если я соберу совещание еще раз, и мне будет сказано, что это привело в нашу недоработку, коллеги, это наши с вами разборки будут. Я очень благодарен за то, что пошли мне на встречу на год раньше, запускают развязку, за то, что понимают нашу озабоченность, и вы видите, как идут работы, как идут работы. И дополнительное финансирование на следующий год я благодарен, а теперь это уже моя двойная ответственность, чтобы мы успевали за темпом строить. Продолжение следует...